МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пол весны уж пролетело. Каждый день на работе оврал. По загару соскучилось тело. Снится море и манит вокзал. Здравствуйте, дорогие друзья. Как вы уже, наверное, поняли, главной темой нашей сегодняшней программы будет предстоящее лето и некоторые его положительные и отрицательные последствия для нашего здоровья. Впрочем, говорить сегодня мы будем не только об этом. Чем может быть опасно солнце? Красиво, конечно, очень, но с опаской относимся к загару. И кому противопоказан ультрафиолет? Мало того, что они сгорают моментально, у них наиболее высокая опасность развития всех тех неприятных факторов, о которых я говорила. По мнению социологов, любимая пора года у большей части населения земного шара – это все-таки лето. И, конечно, солнце, отдых, море или банальная речка неподалеку от дачного участка к этому имеют непосредственное отношение. Теми же социологами доказано, что то, что приносит радость, не всегда бывает полностью безопасно. Давайте узнаем, как относятся к летним радостям жители нашего города. Как вы считаете, насколько безопасен загар? Я думаю, что все зависит от кожи человека и взаимодействия ее с солнечными лучами. Наш загар, наверное, немножко опасен. Если часто находиться на жарком солнце, вот, в такие солнечные дни, то это вредно, мне кажется, для кожи. Красиво, конечно, очень, но с опаской относимся к загару, как бы стараемся защитными кремами пользоваться. Ну, если чрезмерно, конечно, значит, опасен. Ну, а сейчас самое время представить нашу сегодняшнюю гостью. Итак, знакомьтесь. Наталья Борисовна Янко, врач-дерматовенеролог, заведующий организационно-методическим кабинетом Гомельского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Здравствуйте, Наталья Борисовна. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Наталья Борисовна, ну, в весеннее время жители нашего города максимально стараются оголить различные части тела для того, чтобы их представить, так сказать, солнцу, ну, мотивируя тем, что ультрафиолет полезен для кожи. Значит, здесь есть свои плюсы, есть минусы, есть свои положительные моменты, есть, конечно, отрицательные моменты. Я, наверное, огорчу телезрителей, сказав, что отрицательных моментов, к сожалению, значительно больше, чем положительных. Ну, давайте об этом поговорим поподробнее. Расскажите, пожалуйста, как все-таки влияет ультрафиолет на кожу? Давайте вначале оговоримся, что выделяют два спектра лучей, наиболее значимых в клиническом отношении для кожи. Это, прежде всего, ультрафиолетовые лучи типа А и ультрафиолетовые лучи типа Б. До нашей кожи доходит около 20% ультрафиолетовых лучей типа А. 80% приходится на лучи типа Б. Причем лучи типа А относятся к длинноволновым. Лучи типа Б – это средневолновые лучи. Воздействие лучей А и лучей Б на кожу, оно в чем-то схоже и, тем не менее, в чем-то различно. В чем это различие? Ультрафиолетовые лучи типа А имеют более высокий разрушающий потенциал. Они проникают очень агрессивно в верхние слои кожи, поверхностно, и приводят к развитию так называемого перекисного окисления, к образованию огромного количества свободных радикалов, к разрушению коллагеновых эластических волокон. А вы помните, что коллаген и эластин – это пружина, это каркас нашей кожи, и они, прежде всего, отвечают за образование морщин и за вопросы, в том числе, преждевременного старения. Лучи типа Б тоже крайне опасны. Они проникают глубже, они проникают фактически через всю толщу верхнего слоя кожи эпидермиса вплоть до базально-клеточной мембраны и отвечают в большей степени за образование злокачественных наобразований, так называемых меланом. То есть ультрафиолет, на самом деле, представляет достаточно серьезную угрозу и, в принципе, способствует, наверное, тому, что наша кожа стареет быстрее. – Наверное, нужно рассматривать воздействие ультрафиолета на кожу со следующих позиций. Что такое загар? Как ультрафиолет воздействует на кожу? Загар, на самом деле, ведь это защитная реакция организма. Мы беззащитны перед любым внешним воздействием природных агентов. Поэтому эволюцией было предусмотрено, что под воздействием ультрафиолета в нашей коже вырабатывается так называемый меланин. Все об этом знают. Но меланин – это не вещество для красоты. Это вещество, окрашивающее нашу кожу. Для чего происходит окрашивание кожи? Для того, чтобы наш организм был защищен именно от этого повреждающего действия ультрафиолетовых лучей. Поэтому загар – это защитная реакция кожи. Наш организм борется, защищает нас, глупых и немощных, от разрушительного воздействия солнечного света. Наталья Борисовна, но может быть ультрафиолет все-таки чем-то полезен нам? Безусловно, польза ультрафиолета велика. И недаром ультрафиолет используется в лечебных процедурах, в физиотерапевтических процедурах. Здесь акцент надо делать на дозировку, на разумность, на кратность, на экспозицию, на время нахождения под воздействием солнца, либо искусственного ультрафиолетового освещения. Ультрафиолетовые лучи обладают так называемой бактерицидной активностью. Что это значит? Они убивают, то есть они губительны для различных патогенных микроорганизмов, грибов, простейших, которые в больших количествах обитают у нас на коже. Все вы помните, что ультрафиолетовые лучи способствуют выработке витамина D. Это профилактика рахита у деток, а у женщин в период гормональной перестройки, у женщин зрелого возраста, пребывание на солнце, это профилактика устелопороза, то есть переломов костей. Не стоит забывать, что меланин, который вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей, является как бы кирпичиком составляющей серотонина, так называемого гормона счастья. И все мы скучаем по солнышку, по первым солнечным лучам. Естественное депрессивное состояние, которое нас сопровождает унылой осенью или пасмурной зимой, конечно, мы все с удовольствием ждем первых лучей, чтобы расстаться вот с этой депрессией, с этим депрессивным состоянием. Кроме того, ультрафиолетовые лучи, опять-таки, в разумных дозах, они способствуют укреплению иммунитета. То есть это профилактика тех же острых респираторных вирусных инфекций. То есть в целом можно сказать, что разумное дозированное воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу все-таки несет на себе колоссальный позитивный заряд. Полезно ультрафиолетовое излучение. Но... Да, весь вопрос, как и в медицине, в дозе того, что мы получаем. Невзирая на все те положительные моменты, о которых я говорила, необходимо помнить, что избыточная солнечная инсоляция все-таки приносит нашему организму гораздо больше вреда, чем пользы. Прежде всего, необходимо помнить об опасности возникновения злокачественных новообразований, меланом, либо перерождение имеющихся невоидных образований, то есть родинок, в злокачественное. Плюс, не забывайте, что любое хроническое заболевание, которое в данный момент неактивно, под воздействием избыточной солнечной инсоляции, может перейти в обострение. Наталья Борисовна, но мы живем в Гомельском регионе, который пострадал от аварии на Чернобыльской электростанции. А чем конкретно жителям нашего региона опасно избыточное солнечное облучение? Жители Гомельской области ничем потенциально не отличаются от жителя Гродненской области и Левитебской области. Чрезмерная солнечная инсоляция одинаково опасна для любого жителя нашей страны. Наталья Борисовна, ну вот у меня, например, была такая ситуация, я однажды сгорел, лежа в теньке под зонтиком на берегу моря в Одессе. То есть наверняка есть тип людей, которым солнце не просто вредно, а прям противопоказано. Конечно. Выделяют несколько так называемых светотипов кожи. Первый светотип, он называется кельтский. К нему можно отнести людей с очень бледной кожей, с голубыми глазами, с рыжими волосами. Этим людям никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя находиться на открытом солнце. Потому что мало того, что они сгорают моментально, у них наиболее высокая опасность развития вот всех тех неблагоприятных факторов, о которых я говорила. Второй и третий тип – это европейский тип. Второй европейский тип со светлыми волосами. И третий тип – это европейский тип с темными волосами люди. Но это мы с вами. Это 80% жителей нашей страны данным лицам находиться на солнце можно. Единственное, что необходимо соблюдать определенные условия, наверное, о которых мы еще поговорим. Четвертый тип – это средиземноморский тип. Это смуглокожие, кореглазые, черноволосые люди. Ну и пятый тип – это негроиднораса. Им как бы наименее потенциальная опасность несут солнечные лучи. Скорее всего, Алексей, вы относитесь между первым и вторым типом. И, естественно, загорать вам ни при каких обстоятельствах, особенно на открытом солнце, нельзя. Наталья Борисовна, ну а в последнее время можно услышать о том, что существует такое понятие, как аллергия на солнце. Вот что по этому поводу думает медицина? Аллергия на солнце всегда была. Единственное, что не надо рассматривать солнечные ожоги, как следствие чрезмерного пребывания на солнце, как проявление аллергии на солнце. Нет, это абсолютно разные вещи. Механизм развития аллергии на солнце фактически идентичен механизму развития аллергии на любые воздействия, химические, физические, биологические, лицами, которые предрасположены к развитию аллергии на солнце, являются люди, как правило, с заболеваниями печени, с проблемами с надпочечниками, с какими-то врожденными отклонениями. Я хочу сказать, что есть такое очень серьезное заболевание, которое называется красная волчанка. Так вот, в развитии красной волчанки потенцирующее действие принадлежит именно чрезмерной солнечной инсоляции. Есть очень интересное заболевание под названием порфирия, симптоматика которой сходна с описанием так называемых литературных вампиров. Это люди, которые боятся солнечного света, это люди с очень бледной кожей, с густыми бровями и ресницами. Даже интересный есть момент, у них зубная эмаль в определенном спектре светится красным цветом. То есть это классический вампир. На самом деле это несчастные люди с врожденным заболеванием, которое передается по наследству. Вот вам, пожалуйста, вид аллергии на солнце. А когда встречаешь в источниках, человек обгорел, он считает, что у него аллергия на солнце. Нет, это абсолютно разные вещи. Наталья Борисовна, ну а расскажите немного о том, как можно снизить негативное влияние ультрафиолета на кожу. Необходимо помнить, что существует очень много средств, которые помогают бороться нам с негативным воздействием ультрафиолетового излучения на нашу кожу. Это солнцезащитные средства. Они могут выпускаться в виде крема, в виде лосьона, в виде спрея. Ну, с моей точки зрения, спрей, наверное, наиболее удобная форма для использования. Обратите, пожалуйста, внимание. Я не зря говорила в начале нашей беседы о двух видах наиболее потенциально опасных ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолета А и Б. Читайте внимательно, что написано на тюбике с этим средством. То есть, желательно использовать то средство, в котором написано защита от УФА и от УФБ. Плюс эти средства, они различаются по силе. По силе так называемого солнечно-защитного фактора. Обычно он обозначается в виде цифры. 5, 10, 15, 30. Необходимо подобрать солнцезащитное средство для своего типа кожи. Лицам со вторым фототипом, о котором мы говорили, подойдут солнцезащитное средство с наибольшим индексом защиты. Вы можете смело выбирать 50, ну или 30. Лицам с третьим типом или с четвертым типом подойдут солнцезащитное средство с маркировочкой 10, 15. Самое главное, о чем нужно помнить. Начинаем мы с больших цифр солнечной защиты. Потом постепенно можем перейти немножко к более низким цифрам. То есть, лицо, открытые участки, выходя из дома на пляж, минут за 15 до выхода из дома, мы наносим средство с наибольшим коэффициентом защиты. Допустим, 50. Через некоторое время, когда наш организм уже адаптируется к этому воздействию, мы можем перейти на 20 единиц, на 15 единиц. Но пользоваться ими нужно всегда и обязательно. Наталья Борисовна, но о чем нужно помнить, отправляясь на отдых в южные, в теплые страны? Вы знаете, поехать отдохнуть, это не просто поехать отдохнуть. Это работа, к которой нужно очень серьезно отнестись и провести серьезную подготовку к этой работе-отдыху. Что необходимо брать с собой в обязательном порядке? Во-первых, мы должны помнить солнцезащитные очки. Есть мнение, что ультрафиолетовые лучи могут поражать сетчатку глаза даже при закрытых веках. Поэтому ношение солнцезащитных очков обязательно. Обязательно головной убор. Во-первых, это предотвратит от перегревания. Во-вторых, наши волосы без защиты становятся тусклыми, ломкими, теряют свою красоту, теряют свой вид. Поэтому обязательно защита солнца. Обязательно солнцезащитное средство, о которых я говорила. И не забывайте, что солнечный свет сушит кожу, лишает ее влаги. Кожа стареет. Кожа нуждается в питании. Поэтому любое средство для восстановления тургора, борьбы с сухостью кожи необходимо в вашей пляжной сумке или в вашем чемодане. Поэтому подготовка должна быть. Наталья Борисовна, ну а как понять, что в общем время это пребывание на солнце уже превышено? Какие первые признаки, по которым можно понять, что солнышко уже оказало скорее вредный, чем полезный эффект? В солнечном спектре, наряду с лучами А и Б, присутствует еще инфракрасное излучение. И вот его-то мы и чувствуем. Мы чувствуем тепло. Мы чувствуем жжение. Только по этим признакам мы можем понять, что мы перегрелись. И нам пора не просто уходить с пляжа, а убегать из пляжа. Опасность сгореть существует, к сожалению, и в пасмурные дни, когда в минимальной степени присутствует воздействие инфракрасного излучения. Мы не ощущаем жжения, мы не ощущаем чрезмерного тепла, но мы сгораем, потому что лучи А и Б негативно воздействуют на нашу кожу. Поэтому основной признак, я думаю, что каждый человек в своей жизни почувствовал, что пора уходить. Ни в коем случае нельзя спать на пляже, потому что можно упустить момент, когда вот это жжение появляется. Все мы ощущаем неприятные ощущения в открытых участках тела, значит сигнал, пора уходить. Ну а Наталья Борисовна, вот иногда можно услышать мысль о том, что если лежа на пляже окунуться в воду, то в принципе ожоги проходят. Так ли это? 60% солнечных лучей проникают до полуметра воды. Поэтому купаясь, мы еще в большей степени подвергаем себя риску получения солнечных ожогов и всех тех неприятных последствий. Плюс есть неукоснительное правило, когда вы ходите из воды, насухо вытирайтесь. Почему? Капельки жидкости, которые остаются на нашей коже, срабатывают как линзы, притягивая солнечные лучи. И третий момент. Мы подбираем крем солнцезащитного действия, обычно водоотталкивающий. Тем не менее, он смывается в воде, он разрушается в воде. Поэтому после того, когда вы вышли из воды и вытерлись насухо, вы обязаны опять-таки повторно нанести на кожу солнцезащитный крем. Ну что ж, Наталья Борисовна, наша беседа подходит к концу. Спасибо вам за содержательные ответы. Ну а сейчас несколько рекомендаций нашим телезрителям о том, все-таки как провести лето, как побывать на солнце так, чтобы потом не было мучительно больно и чтобы солнечные инсуляции были приятны и полезны. Общие правила пребывания на солнце не изменились за последние 50-е, то есть 100 лет. Ношение легкой хлопчатой бумажной одежды, защита глаз, защита головы, обязательно ношение шляпы или косыночки. И в обязательном порядке пользуйтесь фотозащитными средствами. Тогда ваш отдых превратится не в кошмар, а в плошное удовольствие. Ну а я напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Наталья Борисовна Янко, врач-дерматовенеролог, заведующий организационно-методическим кабинетом Гомельского областного клинического кошно-венерологического диспансера. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Редактор субтитров А.Семкин